с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 1 февраля день интернизации святейшего патриарха московского и всея руси кирилла 1 февраля 2009 года в москве в храме христа спасителя прошла интернизация 16 патриарха московского и всея руси возведение на патриарший престол совершаемая во время божественной литургии эпохальное событие в жизни православной церкви поэтому всегда отличается особой торжественностью еще один праздник или день как вам будет угодно работники лифтового хозяйства отмечают сегодня праздник неофициальный день лифтовика может потому что в этот день 1949 году вышло в свет постановление совета министров ссср об организации производства лифтов в 1900 1931 году появился на свет борис николаевич ельцин первый президент российской федерации а в 1939 году екатерина максимова российская балерина год 1942 в этот мир приходит эстрадный певец народный артист россии лев лещенко который по-прежнему выступает с концертами принимает участие практически во всех самых важных концертах страны но в 1965 году появился на свет американский актер брендан ли лайза мария пресли дочь эллиса пресли появляется на свет в 1968 году также сегодня свой день рождения отмечает комментатор георгий черданцев он появился на свет 1 февраля в 1971 году ну а теперь о некоторых событиях которые имеют непосредственное отношение к первому дню последнего зимнего месяца год 1816 образуется союз спасения о котором в последнее время говорят много первое тайная политическая организация декабристов отличие этого мятежа заключалась в том что декабристы сознательно не призывали к участию народ желая сделать все самостоятельно так сказать на дворянском уровне узкая социальная база восстания сыграла с ними в итоге злую шутку подавить его удалось быстро а многие участники даже не понимали во имя чего их вывели на сенатскую площадь солдатам гвардейских полков конечно не объясняли программные положения так называемого северного общества а просто предложили своего рода ситуацию представили несколько иначе дескать нужно поддержать законного императора константина павловича брат александра первого который отрекся от престола царствовать которому мешает николай павлович времени на дальнейшее разъяснение у декабристов не было и они полагались исключительно на личную преданность их полков ну и последнее о декабристах все мы конечно их воспринимаем как что-то светлое что-то доброе но на самом деле во время следственных экспериментов и расследования все декабристы практически все легко сдавали всех своих соучастников в 1930 году советском союзе начинается массовая коллективизация а в 1992 году декларация россии и сша о прекращении холодной войны для того периода это было невероятно казалось что такое не произойдет никогда ведь с окончанием второй мировой войны казалось все должно вернуться на круги своя но за горячей войной которую удалось совершить все-таки последовало холодные продолжалось долгие десятилетия правда сейчас говорят что в какой-то степени холодная война немного к нам вернулась год 1994 вступают силу так называемые шенгенские соглашения они подписаны странами европейского союза и предусматривают введение полной свободы перемещения граждан между государственными участниками и с 2003 год при заходе на посадку на космодром на мысе канаверал штат флорида взрывается американский шаттл колумбия погибают все семь членов экипажа в том числе первый израильский космонавт впервые в этот день в 1893 году томас эдисон открывает киностудию первую киностудию для создания фильмов в нью-джерси в соединенных штатах америки ну а в 1923 году в петрограде в 10 часов утра в доме номер 76 по набережной реки фонтанки открывается первое в советском союзе сберегательная касса 1931 год торжественное открытие первый съемочный день центральные фабрики союз кино ныне все мы ее знаем под традиционным и можно сказать великим названием мосфильм ну и последнее в 1864 году в томской губернии умирает старец федор кузьмич принимаемый многими за императора александра первого говорили что будто бы царь не умер а отправился с посохом странствовать по россии старец выдававший себя за бродягу был явно непростой человек он прекрасно знал иностранные языки отличался разносторонним образованием благородством осанки и манер был красив и чрезвычайно похож на александра первого очевидцы свидетельствовали что федор кузьмич проявлял прекрасное знание жизни петербурга причем придворный знание этикета хорошо разбирался важнейших политических событиях и живо рассказывал о войне 1812 года о вступлении русских в париж ну откуда ему это все знать любопытно что при вскрытии саркофага александра первого разрешенным александром третьим группа казался пустым что подтвердилось и в 1921 году может все это и правда но согласитесь нам свойственно иногда преподносить что-то или кого-то совсем в ином контексте просто удобным для нас в удобное для нас время с вами был николай пивненко в проекте дата